Большая часть продуктов продается через крупные магазины. Поэтому, если торговая сеть отказывается принимать на реализацию товар, а завозит продукты из-за границы, это сильно сказывается на развитии внутреннего производства. С такой проблемой столкнулся целый ряд приднестровских предприятий, даже если их товары конкурентоспособны и по цене, и по качеству. По многим предприятиям, которые производят сельхозпродукцию, действительно, производители говорят, что на их обращение для реализации нашей продукции в торговых сетях не реагируют и отказывают. В крупных магазинах площадью более 100 квадратных метров должны быть не только импортные, но и местные товары, причем нескольких товаропроизводителей, говорится в законопроекте. Человек должен питаться теми продуктами, на которых земле он вырос, родился. По-моему, это отечественное производитель. Конечно. Отечественное, как-то, в качестве, мне кажется, лучше, чем импортное. У нас будет в бюджете деньги, и она у нас качественная. Мы импортируем, и неизвестно, что импортируем. Уже принято постановление правительства, где говорится, что крупные магазины обязаны продавать местные товары. Теперь это предлагалось прописать и в законе. Что в нарушении логистик, в нарушении права торговли, в нарушении вообще принципа организации торгового дела. Это противоречит всем принципам организации всей логистик. Законопроект о защите местных товаропроизводителей не получил поддержки депутатов. Не согласился Верховный Свет и с изменениями закона о правах потребителей. На сессии говорили, часто покупатели обращаются в службу госнадзора, заявляя, что если у них нет чека, продавец отказывается забирать или обменять бракованный товар. В рамках сегодняшнего закона написано, что при предъявлении каких-либо требований по поводу качества, по поводу возврата продукции основанием является товарный чек и либо кассовый чек. Если вы приобретаете товар на рынке непродовольственном, одежду, какие-то электроприборы, то, к сожалению, пока вы не потребуете, вам продавец этот чек не выдает. Поэтому сегодня с целью защиты права вашего права как потребителя правительство предлагает обязать продавцов выдавать товарный либо кассовый чек. В законопроекте говорится, если нет контрольно-кассового аппарата, можно выдавать не кассовый, а товарный чек. Это бланк, в котором сумма покупки проставляется от руки. То есть эта процедура защищает покупателя, но не требует затрат со стороны продавца. Вот человек продает картошку, у него руки все в картошке, и вот он берет этот бланок этого товарного чека, или человек торгует мясом, или человек торгует рыбой свежей. Как вы себе представляете, он должен взять второго человека, нанять, который будет выписывать эти чеки? Возможно, на рынках и не стоит выписывать чек. Правительство согласно обсуждать этот вопрос. Но обсуждение не состоится. Верховный совет проголосовал против обязательного выписывания чека, как при мелких, так и при крупных покупках. Что делать гражданам, если продавец отказывается вернуть деньги за некачественный товар, об этом депутаты не говорили. Степан Бугаев, Егор Бекерский и Юрий Прошичев. Первый Приднестровский.